Кому же делали больно? Очень. Вот так. Приехали с корней домой. Сегодня были планы сделать котельную, но планы рушатся, потому что мы с корешкой лечимся. Сдавали анализы с вены, потом еле дождались анализы с пальца, развернутый общий анализ крови, биохимия и на сахар. Сейчас покушает Карина, потому что голодная с самого утра. Да? И поедем в город делать снимок носовых патруктов. Мы можем вчера половину снимать? Сделать снимок носа, чтобы исключить гаймарит. поздаем все анализы. Нет, вообще-то аймарит. Нормально. Сахар будешь добавлять здесь? А мне нормально там сахар, не надо добавлять. Ты его-то добавила? Да. Ну, сначала. Ну, попробуй возьми. Не смотри, этот чай уже был готов с самого утра. Я тебе приготовила. Кушать тебе нельзя было. Сейчас добавила просто кипятка. Сейчас нормально. Нормально? Не надо сахар? И сахар. Нормально сахар? Так надо тебе сахар, или не надо? Кошмар какой. Вот, мемролог дала нам кучу анализов и биохимию. Это шляпка за 5 дней. Нужно еще глазное дно проверить. Кстати, поделюсь сейчас запишусь. Глазное дно, может, этот, есть, доктор, на ложку. Машу. Машу. Поведим. Может, сегодня в городе все и сделаем. У меня еще в ночь на работу. Что, мама, слушай. Как правильно готовить чай? Как правильно готовить чай? Как по мне. Сначала делаешь сам чай, без сахара. Просто кипяток, чайный пакетик, да? Потом принимаешь воду, а потом сахар. Они, как вы, килограмм воды, килограмм сахара, а потом я все добавляю, и все, сахар как отбывало. Учитесь, как нужно готовить чай. А то вы не знаете, правда? Килограмм у нас все тут. Я еще видела наш канал. Кто? Смирялся, что у Доминки в комнате убираешься. Кто? Люба. Люба? Да, больше мы в моей комнате не показываем. Не хочу подавить. Пусть свою чистоту покажет, Люба, какую нес рождома. Знаем мы. У Любы какая чистота. Так что я знаю. именно у Любы какая чистота. Так что была у нее дома? Почти. Люди говорят, а я показываю всю правду, всю истину. Люба мне надо верить. Люба комментариями там напишет, я хоть буду узнать, где Калина глядить. Да, Любочка, давай комментарии. Ждем. Люба комментарии. и фото своей чистоты приложи. Могу. Помимо что-то. Думаю, пока не уехала на работу, да засниму свой коротенький сегодняшний ролик. Сегодня у нас 9-10-10-2023, да? съездили с Кариной в город, сделали снимок, ну, типа носа тут, чтобы исключить гайморит. Нападали нам направление сегодня, сходила, пожаловалась. Гайморита нет, с носовыми пазухами, с носом все хорошо. Почему форчит носом, непонятно. А, ну, понятно, у нее увеличенный аденоид и смешанная перегородка. Как сказала нам лор, в его ее возрасте это, ну, то есть нормально, да, то есть либо перерастет, либо не перерастет. Но нам нужно было месяц прокапать какие-то специальные капельки, если не поможет, то направит нас на боровляны. Капельки мы не прокапали, потому что заболели. Во время болезни эти капельки капать нельзя. Вот. Уже как бы выздоровела, будем возобновлять лечение этими капельками в нос. Причем при этом у Карина не перестает болеть голова. На снимках съездили, это не из-за этого болит голова, то есть все нормально. А глазное дно померили, с глазами тоже все хорошо, то есть глазное дно в норме. Но зрение у нас все-таки упало зрение, очки на поставлен на основе, минус один на каждый глаз. Там было по-моему плюс, но два глаза разных, сейчас по-минус одному на каждый. Прописали новые очки, рецепт на новые очки, но естественно пока мы их не можем сделать. Вот, ждем начисления на карточку и тогда уже поедем за новыми очками. Думаю, недельку потерпеть ничего страшного. Это не антибиотики, что нужно пить, чтобы скорее поправиться. Думаю, за неделю зрение не ухудшится. Что еще у нас? Анализы поздавали, биохимию сдали, с пальца кровь встали, кардиограмму сделали, глазное дно сделали. Нам осталось дождаться анализов собрать. Это будет на кровь с пальца уже сегодня были бы готовы, но нет смысла бежать забирать. А с Веной либо завтра, либо после завтра. Завтра я с ночной, послезавтра у меня подработка и после послезавтра, то есть 10-го я вот с ночной дома завтра. Может быть будет готова с хожу после беды заберу. Если нету, тогда только 13-го числа, потому что 11-го у меня подработка, а 12-го свой рабочий день. 13-го могу забрать, 14-го у нас наверное будет суббота, если я не ошибаюсь. В общем-таки на следующей неделе нужно мне записаться уже к неврозу. У нас уже будут на руках все результаты. Давление мы меряем. Сегодня начали мерить давление у Карины на ее 10-летний возраст. Вот мы приехали где-то было около 2-х часов, да, там мы приехали с Кариной. 91 на 70 уровень давления доктора мои, врачи, любименькие мои, тут зрители, кто у нас есть врач, доктор, подскажите, возраст 10 лет, давление 91 на 70, и вот недавно мерила и в 5 часов ей было 86 на 67, причем при этом голова ей не кружится, ей не тошнит, просто вот болит, она показывает вот здесь, либо здесь болит, либо вот затылок болит, в основном вот здесь и затылок болит. Утром была температура, не было чем померить давление, но утром была температура, мы в 7 часов проснулись сдавать анализы Доминику в школу, она проснулась и стала такая ооо, за голову, да, дернула меня дать ей градусник померить и по температуре было 37,2, может от из температуры как-то влияет, но хорошо, а от чего температура, если она не кашляет, ну носом фурчит, да, не понимаю откуда температура, головная боль, температура. Короче, сейчас делает уроки, пойдет в школу, в школу не хочет идти, потому что варит голова, не могу, сидеть на уроках не могу, варит голова. Знаю, поедем по быстренькому к неврологу, раскручусь с работой и буду просить, чтобы, не знаю, какое-нибудь исследование, снимок какой-нибудь, на КТ, МРТ, я не знаю, что-нибудь, потому что меня вот ее головная боль очень остораживает, я не знаю. Мне болит, так это ладно, я уже взрослая, тетка потерпела, но хотя в ее возрасте мне тоже болела часто голова и тоже была температура, потом переболела, переболела, если себя вспомнить, были заблокированные боли. Может, потому что растет бувестроение, не знаю, формируется как-то, может, правда, что-то не снеет. Не знаю, что будет, короче. Что будет известно наше исследование, наши проверки, здесь не могу вам расскажу, покажу, не покажу, а расскажу. Все, я на работу, детишек Танюша, Саша остается один. Пакетик, ну что, положи в рюкзак себе. Все, всем счастья, любви, здоровья, всем зима. Пока-пока.